Добрый вечер уважаемые зрители моего канала на ютюбе и в других социальных сетях сегодня 8 мая 2018 года завтра великий праздник победы сегодняшняя тема понятное дело приворочена к этому празднику хочу обратить внимание на то что в киеве сняли очень шикарно телевечер посвященный этому празднику 8 миллионов украинцев погибли от рук фашистских захватчиков это наша история это наша генетическая память и сегодня мы не можем позволить чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников а их портреты безнаказанно проносили факельных шествиях по нашей столице где каждый метр палит кровью наших соотечественников и пусть иногда нам кажется что все против нас что мы чужие в своей стране но это не так нас много нас сотни в этом зале и миллионы перед экранами телевизоров это мы 9 мая приносим цветы к вечному огню это мы каждый год восстанавливаем памятники воинам которые пали в борьбе с фашизмом мы это наша украина это украина которая была оккупирована и победила несмотря ни на что мы это помним мы это знаем для нас никто не забыть для нас ничто не забыто причем я вам скажу что даже функционеры телевидения даже простые там журналисты ведущие они в общем-то держат марку они держат наш культурный код и разговоры которые во время съемки проходили мне это рассказывали люди инсайдеры да которые там были в это время они сказали что по количеству ветеранов которые остались живы еще на сегодняшний день есть большие сомнения что такие праздники ну и провластные структуры будут это регулировать что они будут продолжены в следующем году по ощущению очень многих людей ну ветеранов становится все меньше и меньше скоро их вообще не будет да они естественным путем уйдут и таких телешоу таких телевизионных вечеров посвященных великой победе уже может и не быть и возник вопрос а что такое праздник победы для всех нас для всех граждан советского союза их потомков которые живут час в разных постсоветских республиках что для нас это праздник праздник великой победы понятное дело для всех советских граждан это праздник выживания война великая отечественная она потому и называется отечественной что вопрос стоял о том будет ли россия большая россия в аватаре советского союза будет ли она существовать на планете как вели себя не только немецкие оккупанты но и румынские итальянские и другие на территории советского союза в белоруссии на украине мы с вами знаем вопрос стоял исключительно о том чтобы уничтожить подавляющую часть населения оставить себе только для служебных функций какую-то небольшую часть обслуги и таким образом завершить русский вопрос русский вопрос мировой истории стоит примерно тысячу лет россия всегда мешала западу и в данном случае гитлеровская германия в очередной раз пыталась русский вопрос решить у них ничего не получилось и победа которую мы будем отмечать завтра ознаменовывает наше выживание героическое выживание причем выживание такое что мы обрели победу и пришли в берлин а что такое победа для не выходцев из советского союза а скажем для граждан польши венгрии германии чехословакии да собственно говоря и всех европейских стран а также с учетом того что вторая мировая война шла еще и в восточном полушарии для китая для монголии для стран юго-восточной азии что такое победа и получается что победа если логически рассматривать этот вопрос это освобождение от гитлеровского фашизма и японского милитаризма причем человеконенавистнические взгляды по отношению к другим народам у японцев присутствовали ничуть не меньше чем у немцев в корне слова освобождение от немецкого фашизма и японского милитаризма есть слово свобода это свобода от фашизма свобода от милитаризма свобода от угрозы уничтожения нам с вами нужно обязательно подумать над тем каким образом трансформировать этот праздник и сделать его из внутреннего праздника всех потомков до победителей великой отечественной войне как составной части второй мировой войны сделать его глобальным праздником еще раз победа советского народа великой отечественной войне которая знаменовала освобождение от угрозы уничтожения и принесла свободу да и освобождение всем другим народам этот праздник должен быть глобальным для всей планеты такие трансформации такие изменения уже происходят и тот же бессмертный полк который с 11 года каждые 9 мая люди проходят с портретами своих предков он ознаменовывает вот эту глобализацию сегодня такие бессмертные полки идут не только по городам россии да но и по городам северной америки южной америки китая австралии причем речь идет не только о победителях великой отечественной войне вчера пришло сообщение из украины что бандеровцы и мятежники совершившие государственный переворот собираются провести бессмертную дивизию то есть они тоже собираются пройти с портретами боевиков до или военных преступников дивизии сс галичина и таким образом ну как бы скопировать то что сделано по древним русским традициям кто не знает кстати бессмертный полк это продолжение древней до христианской традиции славянской когда люди выходили с масками своих предков предков сжигали но делали маски и вот эти маски они были одной составной частью культуры родовых книг и все свои поступки люди посвящали роду предкам кстати бессмертный полк по своей сути это и есть вот то самое выражение которое ходит сейчас по интернету называется когда живые встанут вместе с мертвыми россия восстанет так вот бандеровцы решили провести что-то очень похожее и сделать это бессмертная дивизия сс галичина и так далее и так далее хочу обратить внимание на то что но они чего придумать не могут они у нас как ксерокс копируют да и при этом они забывают что они идут с портретами тех самых преступников которые повинны в гибели многих миллионов людей именно по ним плачут нюрнбергский процесс и идти с портретами преступников это в общем-то дорогого стоит тут стоит вспомнить выражение не надо заглядывать глаза бездны потому что бездна однажды заглянет в тебя ничем хорошим это для них не закончится ну вот собственно говоря что я хотел сегодня сказать в канун 9 марта ну вот собственно говоря все что я хотел сказать в канун 9 мая великого праздника нашей победы нашего освобождения нашей свободы и я предлагаю этот праздник сделать глобальным именно 9 мая и сделать его глобальным праздником для всех народов мира праздник свободы от смерти от фашизма от милитаризма от войны которая между прочим вторая мировая война и великая отечественная составная ее часть это была война против мирных жителей на всех фронтах в китае южно-китайском море в европе в азии в америке эта война была направлена прежде всего на уничтожение мирного населения количество комбатантов и не комбатантов в разы мирных жителей было убито в разы больше чем военнослужащих участников боевых действий и наша победа это освобождение человечества от войны и смерти и это достойно быть глобальным праздником сегодня 8 мая 2018 года в эфире была информационная война спасибо за внимание